Всем привет! Этот влог хочу начать с нашей погоды в Москве. Выпал снег, прям зимняя сказка. Очень красиво, но, к сожалению, минус один. И, скорее всего, вот эта вся красота очень быстро растает. Ну, а мы сейчас от мамы уже будем уезжать в сторону дома. Еще, конечно, покатаемся. Катюшка вчера приехала вечером, поэтому скоро вам ее покажу. Сейчас она не готова сниматься, потому что с полотенцем на башке. Красота на улице! Сейчас мне придется машину чистить минут 15. Вот и Катюшка вернулась с своего путешествия. Первая половина поездки была просто отвратительная, а потом я так кайфанала. Ну, обо всем расскажешь у себя. Блин, ничего себе! И как мне пробираться в кроссовку? Вольво, ко мне. Иди сюда! Я по твоим следам пойду. Давай, и к машине. Не работает. О! О, спасибо! Мы с тобой команда, Катюш! Давай! Практически почистил машину. Мамка к нам приходила, мы кружки для кофе забыли. И вот так вот для понимания, сколько навалилось снега за ночь. Друзья мои, ну мы приехали уже к дому. Нашли себе хорошее местечко. Практически рядом с подъездом. И до этого заехали в СДЭК. Нам приехали шторки. Ну что? Барабанная дробь. О! Ребят, ну все подошло. Единственное, конечно, было бы классно проверить солнечный день. Поэтому следующее автопутешествие, я уж не знаю, когда мы вернемся, обязательно их заценим. Записываю этот кусочек видео уже на следующий день. Вот, все потекло. Очень грустная погода. И хочется как можно быстрее на Пхукет. Полет у нас буквально через 4 дня. Пока я иду к мусорке, расскажу вам историю про отели. Их практически нет. Цены такие, что просто капец. Я что сделал? Написал знакомым. Может быть у них есть какая-то комнатушка. У всех все занято. Друзья и так далее. Но у меня остался контакт в тайке. Это... Ой, господи. Да, мне главное не упасть. Я с ней работал в авиасейлс. И у нее есть возможность там, в общем, в одном отеле цены посмотреть. Она мне в итоге выкатила 25 тысяч бат в месяц. Это отличная цена. Ну, обещала как можно быстрее ответить, доступен ли он. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Но если не он, что-то еще мне поможет подыскать. Локальные контакты – это счастье. Через них можно что-нибудь порешать. Блин, как скользко, ребята. Просто пипец. Еще и ветер. Погода просто апокалипсис. Ну, ничего. Через неделю мы уже будем наблюдать солнышко, пальмы. Пусть будет дождь. Ну, будет 25 градусов. Мне кажется, уже камеру пробивает даже от ветра. В общем, буду держать вас в курсе по поводу жилья. Потому что история такая пока неоднозначная. А жить где-то в супер дешевом отеле на Потонге я тоже не хочу. Потому что там прям совсем не очень. И ценник при этом за месяц, ну, типа 60 тысяч рублей. А мы поехали в ГИБДД. Мне надо получить международные права, которые у меня просрались по сроку. Вот все-таки молодец, что я проверил, а? Я вот как-то перед сном, знаешь, сидел, думал. Так, какие мне документы взять, какие карточки, то-се. Так, думаю, надо проверить. Ага. Блин, знаешь, что я лох. Я фотку не взял. Долго. Я уже думал, все, мне уже на руках будет. Ждете в очереди больше 15 минут? Кофе, подарок. Вот так вот. У вас в Брянске есть такое? Дело сделаем. Теперь кушать. Я еще хочу это. Ватер-клазей. Ага. Но это можно не записывать. Или ты будешь записывать, как я, так сказать, в Рудоне буду? Да. Давай, давай, немножко промахнуться. Спорт наше все. Капец вообще. Я просто не обратил внимания, что тут 1, а 2. Дальше мы едем в Серджио Пицца. Я хочу опять свою пасту, лючия. А потом мы заедем в онлайн-трейд. Нам надо купить дождевики. Те, которые продаются в Таиланде, ну, вы помните, они просто как мусорный пакет рвутся и неудобны. Есть чуть получше, подороже, но все равно это китайская фигня, как бы не особо. Поэтому выберем что-то получше, подостойнее в онлайн-трейде. Катя как раз этим сейчас занимается. Друзья мои, ну, осталось буквально 3 дня до полета, и я начал уже собирать рюкзаки. У меня, к сожалению, в один все не помещается, поэтому возьму еще этот лакостовский. Вы его уже видели, постоянно с ним автопутешествую. Тут у меня полный набор трусы, носки, майки. Взял достаточно много, потому что едем на длительный период. Плюс у меня здесь кукольчик был прошный, в который я все провода сложил. И вот в этом отделении, не буду открывать, это нафиг вообще разорвется, электробритва. Тут у меня сбоку для айфона зарядочка. И в этот кармашек пауэрбанк впихнул. Все, видите, он такой кругленький, тяжеленький. В этот рюкзак я кидаю всякие плавательные принадлежности. Панама, штаны, плюс закинуть сюда два блока сигарет для Экоса. И что-то еще подумают. Поэтому в целом я готов. Какие-то серьезные вещи я с собой не беру. У меня будет буквально одна толстовка, вот эта томишная. Обожаю ее, купил года полтора назад и прямо на мне в фаворитах. И на мне будут штаны-обосражки мягенькие, наверное, из-за чендема. В них очень удобно путешествовать, они мягенькие и в полете мне будет комфортно. Куртку я скину дома. То есть, когда прыгну в такси, буду вот в толстовке, в штанишках. И мне потом не придется заморачиваться, что же делать с этой курткой. Потому что, ну, она пухан, объемная. Плюс прилетим и уже в России будет тепло. По поводу жилья на Пхукете. Все получилось. Ура! Я очень рад, потому что я из-за этого немножко грузился. Дело в том, что сейчас беспрецедентная ситуация на Пхукете. Жилье стоит очень дорого, его нет. Те достойные квартиры, которые мне нравятся, сдают минимум с контрактом на один год. Ну, а мы не хотим там год жить. Давайте просто для примера вам покажу сайт Островок. Я понимаю, что здесь не самая большая база, да, как бы отелей. Но, тем не менее, я хочу жить Равай, либо Найхарн. На Найхарне вижу буквально два варианта. За 2,3 миллиона рублей. На секундочку это в месяц. И еще один вариант в глубине есть. Это 3,8 миллиона рублей. На Равайах ничего нет. Если подняться чуть-чуть наверх, в сторону Каты, минимальная цена 233 тысячи рублей. Пару вариантов есть в районе Челонга. 200 тысяч рублей и 144 тысячи рублей. Ну и давайте посмотрим по Тонг. Тут как бы есть варианты. Ну вот, например, супер дешманский. Вот он прям копейки стоит. Сиро Бутик Резорт. Он стоит 60 561 рубль. В обычное время его можно было взять тысяч за 20, наверное. Ну он прям совсем не очень. Ну и по поводу нас с Катюхой. Мы будем жить в отеле. Кто-то подумает, блин, ну как так? Вы же хотели квартиру, у вас не будет кухни. Согласен. Я очень хотел квартиру, но сейчас вариантов вообще никаких нет. Написал нескольким риэлторам. И все предлагают только долгосрочные какие-то контракты. От 6 до 12 месяцев. На более короткие промежутки просто не сдают. Либо там ценники за 100 тысяч бат. Но столько платить за жилье я вообще не хочу. Ну и по поводу еды в целом. Вы сами прекрасно знаете, что на Пхукете ее много. В изобилии есть круглосуточные кафешки. Поэтому с едой никаких проблем не будет. Опять же, у меня там будет Wi-Fi, кондей. А больше мне ничего и не нужно. Ну и плюс это у нас Равай. Мне нравится этот район. Там рядом у офиса Авиаселс. Если вдруг с интернетом будут какие-то проблемы, можно забежать и вполне себе там посидеть, поработать. Поэтому я надеюсь, что все будет круто и нам будет удобно. Ну а как он выглядит, я не вижу смысла прикладывать фоточки. Но предупрежу, что это тайский стиль. То есть там дерево. Никакого хай-тека и какого-то крутого дизайна ожидать не следует. Но опять же, может быть после январских праздников вот этот наплыв туристов немножко спадет. И выберем какое-то другое жилье. Что, покажем немножко нашего быта? Катя готовит шарлотку. Нескоро мы ее попробуем в следующий раз. Там такие десерты не готовит никто. Сейчас надо будет нормально так пожрать, да, в России, чтобы потом не скучать. А еще я хочу, знаешь, что, Катюш? Да, очень красиво. Бутербродики можешь мне сделать? С чаем? С чаем. Бутербродик чаем? А, ну с колбасой и пятак. Я тебе сейчас назад об этом говорил. Не говорю. Говори. Хочу бутерброда. Козел. Видите, что натворит. А если я тебе? Ты сейчас эти силы кинешь и... И тебе будет больно, да? Ну я ж тебе только люблю и целую, и жалею. Нет, Розе? Нет. Потому что я навсегда, и даешь мне дышать. Он меня, когда в кровати обнимает, он делает вот так. Вот. Нос мне закрывает, держит и говорит, мне не этим дышать. Он такой, я-то хочу. Нормально вообще, да? Так это любовь сильная. Нифига себе любовь. Это издевательство на человека. Прижимаешь женщин свою, да покрепче, понимаешь? Чтобы она задохнулась, не будет у тебя женщина. Да ладно, я же не до такой степени драматизирую. Мы говорили, Маргумистия удерживают. Я, если что, все скажу. У меня есть выход из света. Выруби этот свет дебильный, а. У нас такой срач дома, капец. Выруби свет этот дебильный. Часа два назад белье отстиралось. Я забыла. Я говорю, свет, выключи, пожалуйста, боковой. О, теперь ничего не любит. Я забыла про белье. Ты будешь сегодня собираться? Да, буду. Сейчас я перестирала, видишь, они высохнут, некоторые из них я беру. Блин, у меня монтаж есть такой сложный. Ну, в том плане, что очень много материала, долго буду монтировать. А еще и дома бардак нужно все это убрать. Еще нужно вещи собрать. И нужно почистить холодильник за сегодня и завтра, чтобы ничего тут не осталось. Угу. Знаешь, что мне интересно? В Томанде очень много магазинов. Называются Теско Лотус и 7-11. И там продается рис с курицей замороженной. Но там могут подогреть. И треугольнички. Просто вот запомнил. Треугольнички, бутерброды. И мне вот интересно, понравятся ли они тебе. Они прям такие классные. Но с тобой, понимаешь, без кухни. Я об этом сказал на видео. То есть у нас отель. Вправимся же. Горожный сыр будешь? Не, не, не буду. Так. У тебя там что-то течет. Ты не расстраиваешься, что нет кухоньки? А, вот это будешь? Не, капусту не буду. А горох? Тоже не буду. То есть у тебя просто капусту и горох, и это будет музыкальный вечер. Хорошо, а тебе тогда просто колбасу и пету и все? Да, да. И все? Да. Ну я один бутерброд съем с чаем. Не, не, ничего не надо. Не, не. Укроп можно. Ты просто хочешь максимально, чтобы наросистили, да, все. Ну у нас немного еды-то осталось. Да, ты уверен? Ну, а что тут есть? Ну яблоки, окей. Так, ну тут крем-чиз, окей, горошек, все съедим. Да? Если что. Слушай, мы можем маме отдать. Она любит и капусту, и горох, вообще без проблем. А, ребят, я буду заканчивать этот влог. Он короткий достаточно получился, но мы уже будем собираться и следующий влог ловить уже из Таиланда. Нет, хотя я вру, не из Таиланда, мы еще всю поездку будем записывать. И потом уже приедем на место и будем полноценно все снимать. Компьютер я беру, Final Cut отлично монтирует, работает. Поэтому, надеюсь, никаких задержек с видосами не будет. Ну и все. Ставьте лайки и ловите нас уже по дороге в Таиланд.